Морозы доставили различным спецслужбам республики немало хлопот. Обстановка с пожарами остается сложной. Правда, при растущем числе количество погибших ниже прошлогодних показателей. В январе жертвами огня стали три человека. В сфере ЖКХ с начала отопительного сезона произошло 44 технических сбоя. Самое крупное ЧП на Черногорском Хактеке. Город угольщиков мог остаться без отопления. Все те, кто взяли на себя обязательство предоставлять ресурс, от которого зависит жизнь человека, отвечает по закону. И то, что говорит, у нас не зависит выход электрических ячеек от них, неправда. У нас есть резервное питание, вторые очереди. На таких объектах эти вещи должны быть запланированы. Я прошу прокуратуру подключиться к этому вопросу, пожалуйста. Но у низких температур есть и свои плюсы. Холод сдерживает распространение вирусных инфекций, в том числе гриппа. Человек не в состоянии отличить грипп от вируса. И население берет в наших аптеках любые лекарства и начинает заниматься самолечением, что недопустимо. Потому что любой человек, имеющий элементарное образование медицинское, вам скажет, что грипп нельзя лечить вирусными лекарствами и наоборот. Отсюда есть некоторые осложнения и проблемы. Поэтому просьба к аптекам не продавать все подряд, что называется, а к населению обращаться все-таки к врачам, чтобы не было летальных исходов. Виктор Зимин обсудил с министрами перспективы развития республики в новом году. Особое внимание по-прежнему будет уделено сельскому хозяйству, в частности молочной отрасли и рыбоводству. Продолжится программа раздачи бесплатных земельных участков молодым специалистам. В приоритете остается и разработка бейского угольного месторождения. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.